Всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я Ставиан, рядом со мной Насилка, здесь же идут пацаны, сегодня приглашаю вас в новый выпуск, у нас сегодня сильный ветер, но светит солнце, хотим посмотреть как обстоят дела на пляже, вчера я купался, вода прогрелась до 19 градусов, сегодня наверное купаться я не буду, потому что реально сильный ветер, но по крайней мере он хотя бы теплый, и как вчера пора его были прям прохладные, покажу вам набережную, погнали. Для тех кто впервые попал на наш канал, расскажу немножко, мы живем вот в этом вот комплексе, называется ЖК Черноморский, он такой большой большой, и вот с таким вот прекрасным видом на море, то есть до моря нам идти буквально вообще 100 метров, до самого ближайшего пляжа, прям где можно купаться и оборудованно идти буквально метров 500, собственно мы сейчас здесь и пойдем, вот тут проходишь по вот этой набережной, именно отсюда она начинается, здесь у нас ресторан на круче, то есть на обрыве, да, вот там есть места, где можно пожарить шашлыки, две вертолетные площадки, Настенька, кстати, посмотрите, Настенька сегодня в чем, в кроссовочках, в форме, сегодня и будет тренькаться, а то и лежит на пляже и говорит, ой, я толстая, туда-сюда, надо готовиться к сезону, отрабатывать, да, зажор, отрабатывать твою шаурму, шаурму еще, да, вчерашнюю, позавчерашнюю, да, вот, сегодня Настенька хочет тренироваться и будет тренироваться, готовиться, в общем, к лету, а я вам буду показывать море, здесь у нас есть смотровая площадка, сейчас дойдем до нее, я вам ее покажу, также у нас здесь есть фонтан, который наконец-то включили, я вам сейчас его покажу, я сейчас надумал, что он как-то выглядит более масштабней, а по факту не совсем, вот она площадь нашего комплекса и вот она смотровая площадка, из-за ветра море штормит, и море сегодня непрозрачное, вообще непрозрачное, но цвет все равно прикольный, этот коричневый, это они из-за подрослей, собственно, вот так вот, ладно, пойдемте на сам пляж, посмотрим, как дела, там мальчишки, пойдемте, нас здесь наводят порядок, посмотрите, как собирают, покосили траву, собирают вот такие вот пакеты, вот, Артем, отойди, сынок, зачем, ну, вот, молодцы, ребята, готовят, кстати, я уже много раз говорил, что набережную подкрасили, ну, вот этот заборчик беленький, везде на набережной, а здесь почему-то у нас на круче, здесь этого не сделали, хотя это тоже считается куском набережной, возможно, возможно, сделают. Здесь у нас дальше начинается какая-то военная часть, здесь маяк стоит, но до него не пройти, вот, проходим через вот эту вот сосновую рощу, сейчас я ее тоже покажу, и все, и попадаем уже непосредственно на центральные, так сказать, пляжи. Вот такая вот здесь, значит, сосновая роща, здесь есть парковка, тоже, ну, кто поближе там к морю подъехать, можно и, в принципе, здесь припарковаться, вот такие вот огромные сосны, они сейчас до сих пор цветут, но уже не так обильно, раньше здесь все прям было зеленое-зеленое, пыльца с них летела, буквально месяц назад мы ходили, и здесь вот так вот море просвечивалось, сейчас уже листочки распустились, все такое зеленое, пучное, прям так хочется пожмакать. Здесь вот территория отеля, и мы, собственно, пойдем и как раз на их пляж, он самый такой классненький, ну, в принципе, многие его и выбирают для купания, вход туда свободный, бесплатный, вот, сейчас тоже покажу, возможно, кто-то не знает, вот такой здесь спуск, достаточно очень опасный, если дети на самокатах, вот, поэтому мы здесь самокатами не ходим, порой сходили, стресса достаточно было, поэтому мы отказались, вот, а там уже, можете заметить, проглядывается уже непосредственно сама набережная, так, здесь у нас деревья какие-то цветут, желтенькие, посмотрите, вот, вот она и остатки, видите ее, фиолетовые, видите, вот они еще есть, цветочки, вон она вся на полу лежит, сейчас я вам покажу, вот так поближе, видите, вот мы попадаем уже непосредственно на набережную, посмотрите, какая красотища, ребятки, ветер, правда, сегодня дует непонятно откуда, вечно так геленджике, то он с гор дует, то он с моря дует, и на протяжении всего дня меняется, поэтому не совсем понятно вообще, как разворачивать коляску, чтобы Миронечку не задувало, вот такая сосновая роща, какие здесь запахи, ребята, обязательно приезжайте в геленджик, чтобы подышать этим крутым воздухом, вот они пляжики пошли, так, морешко здесь, ну, здесь на самом деле почище, у нас все-таки там уже открытое море, а здесь вот бухточка, чуть потише, здесь не так штормит, вот мы спустились, сейчас Настенка будет с ими пулочками трясти, покажет, как нужна тренькость, подпотеет, потом я загоню в море купаться, да, будешь же купаться, нет, да, обязательно, прям в этом, прям, прям в своих лосинах, не, в бухте-то, смотри-ка, нормальная, вон, чуваки без переодевалок переодеваются, людей достаточно, кстати, количества, так, вон, ребятки наши уже на пляж пошли, ну, что, на всем определилось? Да, я нашла для себя платформу очень классную, она называется FitStars, здесь более 60 программ, я сейчас для себя выбираю как раз, короче, для меня самое оптимальное считается, так как у нас начинается уже сезон, через две недели, да, уже, уже, в принципе, здесь начался сезон, и пора одевать купальник, я для себя выбрала программу похудей за две недели, ну, а теперь после разминочки тренировочка, сегодня силовая. Ну, Настя, ваши ощущения? Дрожат руки вообще, вроде кажется, так легко, но вообще руки прямо... Легко шаурму было их кушать тебе, да? Да, все дрожит. Давай, давай, выгоняем шаурму. Я провела сейчас тренировку, мне очень она понравилась, я выбрала для себя похудей за две недели, потому что сейчас уже близится начало сезона пляжного, хочется классно выглядеть, и поэтому мне идеально подошла платформа, сайт, который называется Тит Старт, на нем более 60 программ, каждая тренировка по времени занимает не больше 30 минут, а на этом сайте в вашем личном кабинете можно ввести свои замеры, сделать свои фотографии, чтобы увидеть результат. Также на сайте есть раздел с правильным питанием, с рецептами для правильного питания, куда вы можете зайти, посмотреть разные варианты завтраков, обедов и ужинов. Ведь без правильного питания у вас не будет классного результата, потому что в целом питание это основная часть, но без тренировок вы не получите упругое тело, красивое тело, да? Вы похудеете, но у вас не будет вот этого вот подтянутости, поэтому все в совокупности дает классный результат. Если вы не любите какие-то силовые тренировки, да, вы можете выбрать йогу, зумбу, пилатес, растяжку, зарядки, все что угодно, то есть здесь любой вид направления спортивных занятий, очень большое разнообразие. Классные тренера, вот сейчас я занималась с девочкой, мне очень понравилась подача информации. Кстати, на платформе FitStars есть несколько тарифов, и я для себя выбрала безлимитный, потому что я хочу попробовать разные программы их, мне очень понравилось, и вам я тоже это рекомендую сделать, потому что только неделю по промокоду «Семья на чемоданах» вы можете получить 70% скидку на любой тариф и пользоваться с удовольствием. А еще на платформе недавно появились занятия для детей от 3 лет, которые сделаны в игровой форме, вы можете их приобщать тоже к спорту. Наши мальчишки, кстати, уже попросили. Мальчишки на меня посмотрели, тоже захотели, да, потренироваться? И на платформе сейчас будем выбирать, мы выбираем программу, есть для детей, выбираем для детей, и для детей у них школа супергероев от 3 до 8 лет с Михаилом Прыгуновым. Мы выбираем про супергероев? Да. Пацаны уже начали тренировку, я чисто от себя хочу сказать, что это настолько прикольно, что чувак, который рассказывает и показывает упражнения, он не просто одет спортивную форму, он одет в костюм «Капитан Америка». А я собираюсь. А я собираюсь. Чтобы вы понимали, что у нас на самом деле лето, Мирончик проснулся, и покажу, о, как вспотело. Какое пятно. Спасибо, сынок. Мамочка потренировала. Сыночек, ты пока спал, мамочка шавуху просто скинула, которую на днях съела в Архипаосиповке. Людей, кстати, потихоньку становится все больше и больше к обеду, подтягиваются. Мы узнали, кстати, сегодня, сколько стоят сапы. Тысяча рублей в час. Я думаю взять, покатать пацанов. Вот занятие для детей проходит вот в такой классной игровой форме. Вот, он прям горит. Можете на ковер, нет ковра, ложитесь им просто на пол. Я вообще угораю. Здесь еще дети вписались. На самом деле сегодня прям такой спорт получается. Осталось мне только сегодня куда-нибудь в горы сходить. Ну, все просто я покатаюсь сейчас. В общем, сейчас решили с мальчишками взять все-таки сап-доску. Вот. И покататься. Там есть какие-то большие, потому что пацаны вообще мне требуют, типа давай все вместе. Но как-то вообще очково садиться все вместе, потому что сто процентов будет падение. Поэтому не знаю, ладно, сейчас вообще если пусят, в принципе, с детьми, не знаю. Наслужили? Ну, конечно, потренькались, теперь пойдемте на доске. Сейчас, короче, мальчишкам дадут костюмы, гидрокостюмы, и мы все втроем отправимся. Да. Чтоб если вдруг в воду упадете, вам это, будет типа не холодно. Мы же никогда так не делали. Вот. У меня специально буду падать. Чего? Специально буду падать. Нет, специально падать нельзя, потому что лишь только ко мне будет пристегнуть. А еще жилет? Да. Ну, а синий и зеленый, как они любят. Чего ты так езжу? О, красота. Ну ты чего, Радюха? В помойку бы упал. Ну, посмотрите, какие красавчики, а? Да. Ну, классно? Да, только тяжело как-то. Я не стал одевать гидрик. Вода в принципе нормальная. Если вдруг упадем, просто искупнусь. Эй, Мирончик. А я, а я тоже хочу. Греб, ты вот этого там? Так, мы начали плыть с мальчишками. Смотрите, какая вот бедица. Вообще. Ну что, парни, как? Кайф. Кайф? Так, Радюш, ты особо не этогося. Классно? Да. Да. Красота. Самое главное, не упасть, потому что у нас камера, телефон. Вот, надеюсь, все получится. Пацаны, на меня смотрите. Немножко голову поверячиваем. О, здорово. Да. Ой, доска переворачивается. Нет, она пока не переворачивается. Так, ну что, давайте попробуем поплыть? Да. Точно? Да. Ребята, плывем на сердеске. Я в синем костюмировании зеленым, папа был. Оказывается, мы как далеко от берега-то отплылили. Те-те-те, держись. Я буду разворачиваться, держитесь, аккуратно. А вы сейчас оборону, что ли, уже будем плыть? Нет, попробуем. Сейчас, видишь, ветер относит. Да, да, ну, может, я покажу. Так, Тёмка, дай мне камеру. Нет, опасно очень. О, вот так вот с мальчишками. Ну, вообще, просто красота. Наконец-то пацаны подросли. И я могу с ними вот так вот, да? Мальчишки, вот так вот заплыть так давно они это просили. И вот, наконец-то, мы сейчас это вместе с ними делаем. Видишь? Видишь, как мы сразу развернулись? Да. Да, мы сейчас развернулись. А? Так, куда мы? Да, на ладж. Покажу вам немножко, как выглядит набережная с моря. Вот мы, правда, только останавливаемся, нас ветер сразу же разворачивает в другую сторону. Вот он, маяк, про который я говорил. Толстый мыс. Вот так вот. И весь Геленджик. Красота. Вот, катание, катание на сапах обязательно нужно попробовать. Кто вот ни разу не пробовал, я прям, конечно, рекомендую. Во, ветер стук, и как бы сразу вообще красота. Ай. Так, сейчас буду разворачиваться, аккуратненько. Как бы в целом то, что упадем, ничего страшного, уже лето. Ветер начнет отбрасывать вас, отбрасывать доску, и тогда как бы не очень будет весело. Так удобно, Родион? Да, ну если вам попадем в ветер не будет, то это будет, ну, мы так посмеемся, эти приколки. И колыши, и... Там Носенка стоит, с Мирончиком нам машет. Сынок! Нет, камнем не надо подплавать близко. Сейчас, попробую к берегу. Всех покатал, даже немножко Настеньку. А теперь сам вот так вот лежу в море и балдею. Класс! Где-то там надпись Геленджик. Ну, очень и очень классная у нас каталка получилась. Пацанам понравилось. Мама, папа, я спортивная семья. Сегодня день спортивный занятий у нас получился. Вот так вот, сейчас... Я тоже спортивный, еще и морские. Ну так это тоже спорт. Это тоже спорт. Сейчас осталось только что-нибудь с обедом придумать. Пока идем домой, у меня зазвонил телефон, и позвонили мне с полиции по поводу наших вещей. Я уже рассказывал, что я написал в управление ГИБДД Тульской области, там, где было совершено ДТП непосредственно, и попросил дать правовую оценку, провести разбирательство, почему водитель уехал с места ДТП. В итоге вот сейчас они все это дело разбирались, разбирались, и вот на какой-то 19, по-моему, мая назначили фиксацию ДТП, где они все соберутся, приедут и так далее, и так подобное, и все зафиксируют о том, что было ДТП, и будет дана уже непосредственно правовая юридическая оценка действия водителям. Ну, мне это здорово, потому что я беру эти бумаги и непосредственно иду в суд, а там уже согласно описи, которую мы делали при принятии уже груза, это тоже будет в этих всех документах, поэтому это как бы вот этот шаг уже будет упрощать процедуру взыскания, что, конечно, ну, вообще, это хорошо. Вот шли здесь с утра, я вам море показывал, а сейчас посмотрите, какое оно так сильно бурлит, столько всего подняло оно со дна, сейчас подойдем, еще раз покажу. гляньте. Вообще, ладно, парни, пойдемте обедать. Мы решили ближе к вечеру уже прогуляться. Сегодня посмотрите, как загорели. Просто жесть. Вообще. Настенька, ну-ка свое лицо. Смотрите. на самом деле, солнце вообще ядреное. И хочу вам, утром мы ходили по первому пути, да, как можно пройти, а сейчас пойдем прямо на центральные пляжи, дойдем по-другому. Здесь два варианта хождения с нашего жилого комплекса, поэтому сегодня покажу вам все два. Это, кстати, самое первое, что нам вообще по кайфу было, что идешь на правом море, на левом море, куда не пойдешь, всегда выйдешь на набережную и к морю. Это, кстати, фишка гидноджика очень крутая. Ну да. Ну, по крайней мере, нашего района точно. К вечеру немножко испортилась погода, затянула вот так вот тучками. Возможно, сегодня будет красивый закат. Мы живем вот на вот этой самомстрале улицы, крымской называется, и вот эти все домики в вечернее время все подсвечивается, каждый балкон. Красиво здесь, так красиво-красиво. По-европейски сделано, можно так сказать. Вот. Значит, сейчас поворачиваем направо, то есть, если первое, сегодня мы ходили, это вот вдоль всего района, и вот оно там море, то сейчас мы пойдем вот сюда, направо, и там тоже море, представляете, ровно по прямой, вот где гора, там тоже море. Буквально месяц назад, даже полмесяца назад, вот эти все деревья, они цвели, здесь так было прям красиво-красиво, а сейчас вот все зеленое. Сейчас подойдем еще ближе к вот этому вот дому стеклянному, кое-что про него расскажу. Здесь на заборе красивый такой граффити нарисовано. Собственно, вся бухта, вся набережная, толстый мыс, тонкий мыс, вот. Здесь, значит, вот газельки у ребят мы покупаем обычно клубнику. кому сейчас нужно, клубника сейчас по 200 рублей у нас здесь, вроде местная. Сейчас уже пошла черешня, они продают, и горох, черешня по 500. Ну и, собственно, почти дошли, буквально, не знаю, метров, наверное, 100. Погружаемся в такую вот сосновую аллею, огромные-огромные. Здесь вот все было в полице буквально недавно. Вот еще зеленуха, видите, осталась. И вот мы дошли, здесь еще столовки, магниты, ну и, собственно, вот метров, наверное, 20 осталось, и будет море. Вот здесь вот красивое дерево, видите, вот эти вот фиолетовые цветочки плавно превращаются в зеленые. И вот он, дом, про который, ну да, про который я хотел рассказать. Вот смотрите, вот эти вот балконы, представляете, на каждом балконе есть собственный бассейн, называется ЖК Акватория. Квартира здесь вот 150 тысяч рублей в месяц, в не сезон, а в сезон вот 400. Прикиньте, вот сюда в магнит обычно мы ходим, закупаемся. Смотрите, как здесь красиво, здесь уже гирлянды, горят, играет живая музыка, в шоколаднице, прикиньте, в шоколаднице живая музыка. Детская площадочка. Так, Blackstar еще не открыли, а вон там дальше как площадки работают. В принципе, работают достаточно давненько, видите, как все красиво там, аккуратненько. Также здесь запустили фонтан, я его уже показывал, когда дует ветер, это, конечно, отдельный прикол. Вон оно, море впереди. Видите, сюда шли. Здесь еще не запустили вот это заведение, но, наверное, скоро запустят. И с этой стороны, смотрите, какая красота. Вот он, фонтан в виде корабля, а сама вода это типа парус. Ну и вот он, фонтан, комплекс, еще один фонтан по стене. Очень красиво. И все, мы попадаем к морю, переходим вот такую улочку, и вот она, набережная, то есть вот налево идти толстый мыс, а направо вот сюда центральная набережная. Кстати, вот увидел самокаты, хочу рассказать, что вот здесь вот, над центральной набережной скорость ограничена на самокатах, по крайней мере, через приложение ВУШ. Обычно едет 25, а здесь едет только 15, и больше он не разгоняется. Пока не включили вот эти скульптуры, светится колесо, обозрение уже светится вовсю. Вот сегодня был такой приличный ветер утром, да, вы помните, когда мы катались на САПе, а сейчас тепло. Мы думали, на улице холодно, все даже вон оделись у нас ветровки. А я, как всегда, в шортовх. Ну, я говорю... Подгорели еще, жарковато, я сейчас думала, прохладно, и мне жарко. Мне очень хорошо вообще на улице, прям изумительно. Ой, пахнет барабулькой, жаренее. Ну да, здесь ходить опасно, можно начать есть вообще все подряд. Апетит разогревает, да? Ну да, но сейчас тоже придем, давай будем это же, разжарить, как она рыба называется? Будем? Будем. не будем рыбу жарить. А ведь как, здесь здорово. Аттракциончики, гирляндочки. Здесь, говорю, еще вот эти вот скульптуры подсвечиваются, но пока они включены. Здесь прекрасная детская площадка, летом просто отпад, все в теньке. пляж Багамы и у нас вот здесь шикарнейший закат. Да, красота. Если будете на море отдыхать, обязательно каждый день ходите на закаты. Встретили наших зрителей, ну там вон муж с женой идут, в кепках подошли и дети спокойно погреть не дали. Говорят, пойдем смотреть рыб, у них грязная вода, давай спасать. Да, Родион? Хотел бы. Спасать будем? Ну лучше им просто поменять воду. Воду поменять? Ну им поменяют. Намного лучше подпустить море. Слушай, что там такая грязная вода, да, у черепах? Что здесь рыб. Так жалко их. Как они живут-то в таких, а никто не чист, почему? Мы сейчас идем, я Славику говорю, я так люблю летние вечера, вот эти, когда не холодно уже, да, после захода солнца. Да, комфортно. Не жарко, не холодно. Музыка, везде кафешечки работают, везде такая подсветочка, да, закат такой классный, вот здесь не видно. Да, Мирош? Я немножко показал. Людей в этой части, кстати, всегда много. Вон уже музыканты собираются, будут сейчас играть. Сейчас вечерняя здесь атмосфера будет, сейчас включатся вот эти всякие лампочки, фонарики, и будет... Вау. О, кстати, сварили каркас для колясок. Будет спуск, молодцы. Ну, потихоньку, вот, я говорил, кстати, тогда показывал, что вот эти новые, абсолютно новые переодевалки были, их сейчас уже расставили, единственное, что мне непонятно, почему они все без крыш. То есть, когда-то кто-то переодевается, летает дрон, то как бы, извините, я просто полетаю. Вот на пляже уже установили мороженое, здесь девноморская ракушка работает, очень однократно уже показывал. Ну, такой у нас, смотрите, прекраснейший закат, и отсюда начинаются уже центральные пляжи с песочком. Это городской пляж Дельфин. Здесь, как лайфхак, ребятки, вот эти вот бинокли, они совершенно бесплатные, можно вот так вот подойти и посмотреть. Видите? Вот там, вот так вот сейчас сделаем. Вот, все видно, так что пользуйтесь. А я хочу вам показать сейчас температуру воздух, воздух 16, а вода 17. Так что, если на улице вам холодно, просто в воду заходите, там теплее. Вообще, вода потеплее, где-то градусов 19. Опечатка. Но в целом, все уже, говорю, можно смело купаться. Катамараны стоят. Сколько их? два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, один, с двенадцать катамаранов. Зонтики тоже установлены. Красота. Такая вот вечерняя. Такая вечерняя атмосфера кайфовая. Да я косичку хочу завлезти, что-то и не опалится. Мы решили поужинать сегодня прямо на пляже. И решили заказать просто пиццу здесь прямо в кафесчике, в додо, как обычно, традиционно, три пиццы и посидеть вот с таким вот прекрасным видом. Единственное, что через приложение почему-то не получилось заказать, пишут, что что-то там недоступно. Поэтому решили вернуться. Сейчас зайдем прямо туда, там мы их закажем. Заказали, в общем, пиццу. Все нормально получилось сделать. Смотрите, с каким прекрасным видом мы сегодня будем выживать. Я внести хорошо. Нащекай, да? Какая красота. Да, мы давно так не делали, да? Да. сынчик мой, сынуля. Вот такой вот у нас сегодня денечек получился. Настяка сначала скидывает калории, потом наедает. Потом так, обратно. Ну, это по-нашему, да. Ссылочку мы оставили. Будем с вами прощаться. Увидимся с вами уже завтра в новом видеороле. Увидимся! Поехали. Поехали! 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 Продолжение следует...